Добрый день, друзья! Сегодня я вам расскажу про растение, которое только недавно появилось в нашей стране. Называется оно переския. Очень красивое растение с ароматным запахом. Цветы бывают и покрупнее, и повельче. Кстати, это растение дает ягоды съедобные. Переския принадлежит к семейству кактусовые. Этот род листовых лесных кактусов, низкорослых деревьев или кустарников, в природных условиях растущих в Южной и Центральной Америке. Род насчитывает около 20 видов растений. Переския – необычные растения. Они сильно отличаются от любых других представителей семейства кактусовые. Виды переския часто больше похожи на растения из других родов. У них большие, яркие зеленые листья и длинные стебли, что не характерно для кактусов. К кактусовым их относят из-за шипов, которые развиваются из ореол, что считается отличительной чертой семейства кактусов. Листья перески зеленые или пурпурные. В их пазухах растут колючки, одиночные или собранные в пучки. Яркая окраска характерна для молодых листьев. С возрастом они становятся блеклыми, подсыхают и в период покоя опадают. Вот они, красавцы. Очень-очень острые. У некоторых видов плоды съедобные. Они небольшие, желтые, имеют сладковатый, кисловатый вкус. Перескию часто используют любители кактусов для прививки на нее других родственных кактусов. Шлюмбергеры, например. Виды перескии. Переския крупноцветковая. Растет в Бразилии. Используется в качестве лекарственного и декоративного растения. По форме кустарник. Высоту может достигать до 2 метров. Листья кожистые и блестящие. От 9 до 23 сантиметров в длину. Целые, эллиптические или яйцевидные. На стебле много шипов, достигающих иногда 2-3 сантиметра в длину. Соцветия на концах стеблей содержат много цветков, обычно с 10 до 15, но иногда 30 и более. Цветки яркие и розовые, 3-5 сантиметров в диаметре. Есть разновидности, имеющие пурпорно-розовые или фиолетовые цветки. Итак, это перискея крупноцветковая. Перискея шиповатая или перискея колючая, известная как барбадосский крызовник. Она происходит из Южной Америки, где растет в основном в прибрежных районах. Кустарник довольно часто встречается, как живая изгородь. Плоды и листья его используют в пищу. В природе эти колючие деревья, иногда вырастающие до нескольких метров, в высоту. Листья кожистые, блестящие, удлиненно округлые. Цветки розовые или бледно-желтые собраны в соцветия. На стебле много шипов длиной до 2-3 сантиметров. Плоды перискеи используют как лекарственное растение, общее укрепляющее и ранозаживляющее действие. Перискея оранжевая или розовый куст растет в теневых влажных лесах Центральной Америки. А это кустарник высотой около 2 метров с большими красно-оранжевыми цветами, напоминающими розы. Листья черешковые длиной от 6 до 20 сантиметров, продолговатые или ланцетные по форме. Цветы 4-6 сантиметров в диаметре, собранные в соцветия, открываются в конце дня. По окраске ярко-красные, алые, лососевые, розовые и оранжево-красные. Плоды съедобные, но кислые. При выращивании в домашних условиях требуется регулярная подрезка для придания компактной формы. Вот это плоды. Напоминают поллимона. Неудивительно, что они кислые. Ну вот размер какой. Довольно крупные, правда? Уход за периксией в домашних условиях. Как комнатное растение, перискию выращивают не часто. Но это совсем не капризный домашний цветок. На лето ее можно переносить на балкон или в сад. Она послужит в качестве украшения террасы или патио. Любит яркий, но рассеянный свет. Но так как это лесной кактус, то полуденный зной на нем сказывается плохо. Зимой и осенью лучше всего держать на южном окне. Весной периски на восточное или западное окно. А летом переместить на балкон или в сад. Весной и летом перискии хорошо растут при температуре на уровне 22-26 градусов. С приходом зимы, во время периода покоя, лучше, чтобы столбик термометра не поднимался выше 15 градусов. Прохладное содержание не позволяет растению вытягиваться. При температуре около 10 градусов периския сбрасывает листья. Вот это домашний вариант. Посмотрите, на это растение привито шлюмбергера. Вот будет такой гибрид перискии и шлюмбергеры. Полив. Недостаток влаги переносит легко. Как любое растение тропических лесов, периския хорошо отзывается на обильное опрыскивание мягкой тепловатой водой. Весной и летом поливают нечасто, но обильно. Зимой полив сокращают. Очень важно обеспечить хороший дренаж в горшке, чтобы вода не застаивалась, а свободно вытекала. Для удобрения используют подкормки для кактусов, внося их раз в две недели весной и летом. Это стимулирует цветение. Осенью и зимой удобрять не следует. Пересаживают периски переваливанием в горшок большего размера. Молодые растения нуждаются в частых пересадках, а старые только по необходимости. Пересадить колючие растения непросто. Важно помнить, что горшок большого размера стимулирует рост куста, что в домашних условиях обычно ни к чему. Для пересадки берут емкость лишь немного больше предыдущей. На дно обязательно кладется дренаж. Конечно, дома такая дурочка не вырастет, как на улице, но это нам и не надо. Субстрат должен быть питательным и рыхлым. Его можно сделать, смешав две доли листовой земли, две зерновой, две перегноя и одну песка. Можно взять готовую почву для кактусов и добавить в нее перегноя. Размножают периски семенами и черенками. Черенкование проще. Для этого весной или летом срезают зрелый, но еще не одревесне велый побег, на котором есть хотя бы один узел. Укореняют черенки в торфе, смешанном с перлитом, или просто в воде, обернув их в полиэтилен для создания эффекта парника. Корни, как правило, появляются за 15-20 дней. Корневище у молодых растений очень слабое, поэтому рассаживать или пересаживать их надо очень осторожно. Семена берут из свежих плодов, высевают в контейнеры и проращивают при рассеянном освещении и температуре около 22-23 градусов. Когда сеянцы прорастут, их аккуратно пикируют в отдельные емкости и выращивают, как взрослые растения. Ну вот, можно водичку поставить, можно в субстратик посадить и потом горшочек. Вот это вот семена из плодов. А вот здесь корешки проклюнулись, нет, еще не видно, а колючки уже тут как тут. Среди вредителей довольно распространены мучнистые червяцы, которые питаются соками растений. Эти насекомые оставляют за собой белый налет и приводят к высыханию листвы. При обнаружении вредителей следует прибегнуть к настою чеснока или же, если вредителей много, к инсектицидам. Также иногда встречаются паутинные клещи. При пожелтении и высыхании листвы, сопровождающихся появлением тонких паутинок, нужно обмыть растения мыльной водой. Удачи вам, дорогие мои! Всего доброго и до свидания!